Эфир Аэста продолжает новости. В студии Мадина Халикова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабье лето закончилось. На север области пришла зима. Первый снег выпал в Устилимске. А порывы ветра сносят деревья в областном центре. И в начале выпуска о главной новости на сегодня. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Указ глава государства уже подписал. Действие его начинается с сегодняшнего дня. Что это значит и какое количество резервистов имеется в стране. И в целом о поддержке освобожденных территорий. Смотрите далее. Со вчерашнего вечера весь мир ждал заявления российского лидера по ситуации на Донбассе. Накануне главы Луганской и Донецкой народных республик, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав нашей страны. Ответ президента не заставил себя долго ждать. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. И Россия поддержала референдумы в этих территориях. Пройдут с 23 по 27 сентября. Владимир Путин пообещал обеспечить безопасные условия для их проведения в ЛНР, ДНР, Запорожье и на Херсонщине. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. И все же главной темой обращения Владимира Путина стало заявление о частичной мобилизации в стране. Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Далее глава Минобороны страны поясняет, кого призовут на военную службу. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военноучетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б. имеет боевый опыт. И, конечно, я сразу хочу предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Это, естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается. В целом по стране будут призваны 300 тысяч резервистов. Но не единоразово, говорит Сергей Шойгу. Мобилизационные мероприятия начинают сегодня. Поручение президента главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Мадина Халикова, Новости сейчас. Мы продолжаем выпуск. Водитель фургона погиб в аварии в Ангарске. ДТП случилось сегодня утром на трассе Сибирь, когда мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, не справился с управлением и врезался в грузовик. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. К другим темам. Второй день работы делегации Иркутской области в Совете Федерации был насыщенным. На площадках профильных комитетов обсуждали самые приоритетные темы – лесовосстановление, развитие дорожного хозяйства в социальной сфере. Подробнее смотрите в нашем следующем материале. Первым вопросом на повестке дня – лесовосстановление и охрана зеленого пояса при Ангаре. Игорь Кобзев на площадке комитета в Совете Федерации говорит о двух важных проектах – увеличение мощности тепличного комплекса Мегетского питомника и внесение изменений в лесной кодекс, чтобы повысить ответственность арендаторов участков за возникновение и дальнейшее тушение пожаров на их территории. Отрасца очень значимая, даже в масштабах страны. Для нас она является принципиальным вопросом, чтобы в этой отрасли был порядок. Помимо охраны лесов, говорили на комитете об инженерной защите столицы региона. Растет уровень Байкала, также поднимаются грунтовые воды. Хорошее решение – строительство берегоукрепления. Вместе с благоустройством это выйдет эстетический и туристически привлекательный проект «Единая набережная Ангары». У нас рискориентированный регион, к сожалению. И вот на сегодняшний день мы видим, что уровень Байкала продолжает расти. И, соответственно, работа на перспективу, работа на упреждение, наверное, наиболее важна сегодня для того, чтобы мы обеспечили защиту населения. Далее рассматривали вопросы социальные. На профильном комитете делегация подробно представила проект строительства стационара областной детской клинической больницы. Объект важен, ведь сейчас учреждение работает в очень стесненных условиях. Новое здание будет семиэтажной площадью чуть больше 52 тысяч квадратов. Сенаторы положительно оценили идею возведения медучреждения. «След за этим мы должны изыскать средства для проектирования, для подготовки проектно-смертной документации, которые по рекомендации руководителя комитета, а также заместителя председателя Совета Федерации нам рекомендовано сделать в очень кратчайшие сроки для того, чтобы попасть в планирование объекта на 2024 год. И всё это по силам, если, конечно, мы все возьмёмся за руки, и все профильные министерства, которые участвуют в этих процессах, помогут нам». Восстановление бывшего здания ТЮЗа после пожаров, а также реставрацию дома офицеров обсудили на Комитете по науке и культуре. Игорь Кобзев отметил, что по первому уже к концу года закончат противоаварийные работы. Проект реконструкции отправят на экспертизу в 2023 году. «Мы не получили отказ ни по одному из наших вопросов, которые мы сегодня ставили. Ну, это перспектива развития для Иркутской области. Сегодня все отмечают такую хорошую командную работу. Сегодня это точно обозначило, что все вопросы, которые мы сегодня ставим, это для Иркутской области жизненно важные и необходимые». Также власти региона попросили сенаторов помочь в согласовании площадки для нового аэропорта Иркутска. Так, воздушную гавань планируют разместить рядом с деревней Позняково, почти в 40 километрах от областного центра. Мадина Халикова, новости сейчас. Санкции и уход западных партнёров с рынка никак не помешают развитию сибирского машиностроения. Такой вывод накануне профессионального праздника сделали руководители промышленных организаций. А сегодня в Иркутске специалисты обсуждали будущее индустрии. Александр Гаврилов продолжит. Достойные зарплаты, доходы предприятий, планирование на долгие годы. Иркутский промышленный комплекс не сбавил обороты и адаптировался к реалиям. Чтобы заводы обновляли парки и увеличивали объёмы производства, правительство региона разработало необходимые меры поддержки. Мы провели в этом году серьёзную докапитализацию ФРП, разработали новые региональные продукты по поддержке, в том числе машиностроительных предприятий. Конечно, я надеюсь, отразится и на деятельности этих предприятий, на финансовых результатах этих предприятий, отразится на доходах работников этих предприятий. Но и в конечном итоге это выразится в доходах бюджета регионального и в улучшении качества жизни населения региона. Средний износ оборудования предприятий региона доходит до 43%. Благодаря федеральным и областным программам материально-техническую базу обновляют, а старую технику ремонтируют, как только приходит срок. К слову, благодаря плановым работам, станки времён 30-х годов прошлого века до сих пор востребованы во многих цехах. В промышленном предприятии управление сложнейшими приборами, оно, конечно, требует специальных программ, специальной разработки этих программ. И вот предприятия могут получить у нас займ от 3 миллионов рублей на 5 лет, всего лишь под 2% годовых, и 3 года будет отсрочка платежа. То есть можно и написать эту программу, купить её, и внедрить, и получить экономический эффект, и только потом уже отдавать основную сумму долга. Активно и агитируют молодых. Студентам технических колледжей и университетов сделали выгодное предложение. Только за последний месяц на завод тяжёлого машиностроения приняли 20 молодых мастеров. Любой человек, который пришёл и хочет у нас работать на станке, фрезерный, токарный, у него стипендия просто от того, что он стал станку за полный рабочий 8-часовый рабочий день 35 тысяч рублей. А свой профессиональный праздник машиностроитель отметит уже в это воскресенье, 25 сентября. Подарок для них сделали иркутские кинематографисты. Премьера фильма про промышленников с Андреем Мерзликиным в главной роли состоится накануне знаковой даты. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас. В память о тех, кто первым вскричал наступление врагов в разных войнах. В Иркутске установили закладной камень сибирским пограничникам. Теперь монумент стоит возле Глазковского моста. Реализовать идею удалось благодаря проекту «Помним, гордимся», который победил в региональном конкурсе «Губернское собрание общественности Иркутской области». Авторы выразили дань уважения пограничникам всех поколений. На открытии также возложили цветы героям боевых действий. Сегодня здесь мы отдаем дань уважения традициям пограничной службы, ветеранам-пограничникам, действующим и будущим сотрудникам, способствующим патриотическому воспитанию нашей молодежи. Вот этот гранит, он всегда говорит о том, что мы с вами здесь находящиеся уверены в том, что наши границы — это гранит. Что наши мужчины, которые служат на границе, — это гранит. Это те люди, у которых нескончаемая воля, никогда не будет сломленный дух, и это то, чем мы с вами, вот дорогим ребятам особенно говорю, гордились, гордиться будем еще многие-многие тысячелетия. Где найти качественную зимнюю обувь из натуральной кожи и меха по привлекательной цене? На ярмарке «Белорусская обувь» во дворце «Спорта труд». Выбор большой. Я еще померила ботиночки, подобрала такие, какие мне подходят. Для моей ноги, сложной ноги, так можно сказать. Так что большое спасибо всем. Элегантные сапоги с отделкой из меха и металла, спортивные ботинки из кожи и замши, а также летняя коллекция по очень привлекательной цене. Приглашаю всех гостей и жителей города Иркутска на ярмарку «Белорусской обуви», обувь на проблемную ногу. Большой ассортимент мужских и женских моделей, размерный ряд идет до 43-го женские, до 49-го мужские. Большой ассортимент также на ярмарке курток, пуховиков и дубленок. Ждем вас до 25 сентября по адресам Иркутск, улица Ленина, 48, дворец «Спорта труд» и Ангарск, улица Глинки, 22, ДК «Нефтехимик». Спешите порадовать себя приятной и выгодной покупкой. 12 дней на 12 киноплощадках при Ангаре. Более 40 документальных, игровых и полнокупольных фильмов со всего мира. 90 кинопоказов в онлайн и офлайн форматах. 21-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Григорьевича Распутина ждет вас. Вы смотрите «Новости сейчас». Первый снег, дождь и град. Конец сентября, богат на осадки. Так, соцсети устилимцев заполонили публикации в запечатленном городе первым снегом. Он попал под прицелы камер сегодня утром. Как отмечают пользователи интернета, снег на севере при Ангаре уже не первый день. Не радует погода и в Бейндае. Там сильный ветер и моросящие дожди. К слову, накануне службы МЧС предупреждали жителей региона об ухудшении погоды. Оперативная сила в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе. Ожидают порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Вблизи Байкала до 35 метров в секунду. Разбушевался ветер и в Иркутске. Он сносит деревья на улицах города. А в микрорайоне Синюшина гора и вовсе прошел град. Так, напоминаем, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций нужно обращаться в службы спасения и МЧС. Тем временем работники аварийно-спасательной службы МКО «Безопасный город» весь день активно работают на улицах областного центра. Рано утром они отправились на Лермонтово. Там дерево перекрыло пешеходный тротуар. И на Тимирязево, где рухнувший тополь перекрыл движение по трамвайным путям. В случае ухудшения ситуации на готове резервные бригады спасателей. Ситуация уже ликвидирована. Деревья распилены. Проезжие части дорожки освобождены. Сейчас группа спасателей работает на детском саду номер 90. Это Шпачика 16. За последний месяц аварийно-спасательная служба на спил аварийных деревьев выезжала 34 раза. На данный момент смена спасателей усилена. Введен дополнительный резервный автомобиль. Соответственно, дополнительное резервное аварийно-спасательное оборудование и вооружение. Серебро и бронза на всероссийских соревнованиях по керлингу среди смешанных пар. Такой результат показали спортсмены из Иркутской области. В турнире участвовали 20 команд со всей страны. На первом этапе коллективы сыграли по круговой системе. Две лучшие из каждой группы вышли в следующий этап соревнований. Там спортсмены сыграли по олимпийской системе. Четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. По итогам команды Иркутская область «Комсомол-2» стала во второе, Иркутская область «Комсомол-4» замкнула тройку лидеров. Я же вам хочу напомнить, что все самые актуальные и важные информации всегда доступны на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. На сегодня у меня все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова